В минувшие выходные В минувшие выходные столкнулись три автомашины. Крупная авария произошла на пересечении улиц Бульвар Мира и Ерубаева. Не поделили дорогу машины «Опель», «Субару» и «Газель». На место происшествия выехали сразу две скорой помощи. К счастью, пострадавших не оказалось. Пассажиры, находившиеся в «Газеле», были доставлены в областной медицинский центр с различными травмами. На сегодняшний день по факту ДТП проводится расследование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А если даже и приходит, то ведет себя очень агрессивно, рассказывают родители. Была она один раз. Я там вот в зале суда сидел, где-то минут, наверное, ну полторы-две. Судья задал ей вопрос, ну как ты живешь одна отсюда? Она говорит, я живу одна. Соседи, соседи же знают, что она живет со своим сожителем. Зачем вот так обманывать? Очередной суд, который должен был состояться сегодня, отложили. Несчастных родителей преследует мысль, что это никогда не закончится. Вот уже полтора года пожилая пара не может добиться от вышестоящих инстанций хоть какого-либо решения. Сколько уже можно ходить? Сколько уже можно? Я уже устал. У меня сил нет уже все. Не знаю, куда мне идти, куда мне жаловаться. У меня сил нет. Все. Я устал. Все. Утешение на сегодняшний день для несчастной семьи – это их друзья. Мухамедшиным они помогают всем, чем только могут. Ну я тоже думаю, ну когда это, к этому конец будет уже, когда это все кончится. Я не знаю, что за судьи такие. Уже второй год пошел, конца края нету. Каждый раз приходим в суд. Откладывает, откладывает. А у них уже нервы на пределах. Прошлый суд, по-моему, скорую вызывали сюда. И они вот каждый день, нервы у них на пределах, не знают, чем это кончится. Но мы надеемся, суд правильное решение сделает, и они в свой дом пойдут. Вы знаете, они никак не могут вместе жить. У нее уже ни совести человеческого, ни стыда, ни совести не осталось. Она даже нас успела со всякими этими отругать, обзывать и всякое-всякое. Они никак не могут жить. По словам юриста Рамиля Мингазова, Мухамедшиным волноваться не стоит. И этот судебный процесс будет в их пользу. Поэтому сейчас начался очный процесс, и вот в этот процесс вошел оборка. Поэтому дело было отложено ввиду этого. Но мы точно знаем, что, скорее всего, суд вынесет положительное решение и выселит дочь испорного жилища. И, так сказать, точка по этому делу. Вот эти вот родители уже немолодые, они вот скитаются по квартирам, хотя есть свой дом, но никак не получается у них там проживать. Что теперь ожидать в семье Мухамедшиных? Возвращение в законный дом или еще один удар от родной дочери? Надеемся, что в скором времени эта история найдет свой счастливый конец. Мирунгус Алкимбаева, Лужас Габбасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Бизнесмены продолжают отмывать остановочные павильоны от объявлений. На этот раз свою рекламу с неположенного места убирает один из крупных ресторанов города. Узнав об иске от отдела ЖКХ, предприниматели решили ситуацию до суда не доводить. И сейчас два сотрудника ресторана, вооружившись тряпками и скрипком, ликвидируют последствия незаконных расклеек. Плюс ко всему ресторан возместит материальный ущерб. У нас было одно мероприятие, в котором работали не наши арт-директы, то есть были приезжие гости к нам. И вот, получается, по этому поводу было расклеенное объявление. То есть, конечно, мы считаем, что мы виноваты. Мы не знали, что можно заниматься такой рекламой, то есть, расклеиванием остановок. Вот, у нас, получается, оповестили ЖКХ города Караганды. Помимо ресторанов, немилость городского отдела ЖКХ попали еще три организации города, которые клеили объявления в неположенных местах. Цирку, одному из банков и дворцу детей и юношества уже предъявлены иски. К слову, тех, чьи надписи или афиши найдут на опорах освещения и теплотрассах, ждет аналогичная участь. Отделом ЖКХ подаются исковые заявления по возмещению ущерба как морального, материального. Если физические и юридические лица не соглашаются производить чистку, мойку, то штрафы составляют порядка 50 МРП. Это моральный ущерб. И, помимо этого, еще штраф. Между тем, несмотря на то, что Акимат ведет активную борьбу с расклещиками объявлений, эстетическое состояние остановок по-прежнему оставляет желать лучшего. Здесь то стекло в дребезге, то все те же уродливые шметки рекламных афиш. И это несмотря на то, что на содержание малых архитектурных форм из бюджета выделяются серьезные средства. Более 4 тысяч человек минувшие выходные взялись за лопаты и двинулись на борьбу со снегом в преддверии паводкового периода. В городском субботнике приняли участие молодежь, госслужащие и даже военные. Последние, в свою очередь, очистили от снега 60 метров ливневок по улице Ипподромная. Самыми активными, как всегда, оказались студенты вузов, которые очищали не только свою территорию, но и тротуары прилегающих улиц. Нет ничего лучше, я считаю, чем поработать утром в субботний денек. Это полезно для общества, это полезно для здоровья. Я хочу призвать всех карагандинцев, чтобы мы держали в чистоте наш город. За счет привлеченной техники производился вывоз складированного снега из дворов многоэтажек. Здесь воодушевленно расчищали снежные завалы, простые карагандинцы и даже пенсионеры. Жильцы, с основания этого дома живем. Чтобы весной нас не затопило, мы вышли и убираем, призываем, чтобы все выходили, чтобы все так же, как и мы, пенсионеры, тоже заботились о том, чтобы весной не затопило. Участие принимают все абсолютно. И жители, и дворники, и коллектив КСК полностью. Поэтому боимся, что в ближайшее время начнут обильные таяния снегов и боимся, что затопят наши подвалы. Поэтому хотим предотвратить все вот такие, скажем, моменты. Силами техники, предоставленной Акиматом города, производился вывоз снега с улиц частного сектора, который наиболее подвержен затоплению. Сегодня власти готовы помогать жителям своих домов. Те, в свою очередь, должны вывозить снег со своей территории на дорогу, где его подхватят коммунальщики. Мы призываем, опять же, всех жителей, просим, чтобы те места, которые у нас наиболее подвержены затоплению, жители сами активно принимали участие, выносили свой снег. Не в последний момент, когда техника приходит, а заранее. Мы в любом случае зайдем и эту работу сделаем. Итого, в субботнике было задействовано более 200 предприятий и организаций города, 70 единиц техники. Общими усилиями вывезено более 3000 кубометров снега. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Казахстанские румыны встретили весну традиционным праздником Мерцишор. Национальный праздник впервые широко отметили в Караганде музыкальном фестивале. Сюда приехали румыны не только со всех регионов Казахстана, но и из Молдовы, Румынии и Кыргызстана. Согласно румынскому обычаю, 1 марта люди дарят друг другу Мерцишоры – маленькие бутоньерки с красными и белыми цветами. Концерт в кинотеатре Сарыжаля организовало общественное объединение «Докия» совместно с посольством Румынии в Казахстане. Здесь творческие коллективы демонстрировали национальные обычаи, танцевали и пели народные песни. Я думаю, что этот праздник приживется у нас, и мы будем его проводить традиционно. Это первый праздник в Казахстане, и не только в Казахстане, я думаю, и в Азии вообще. И благодаря нашим помощникам, нашему фольклорному ансамблю, вот это стало возможным. В ДК нового Майкудука завершился районный фестиваль «Якы Жулдыс» – «Две звезды». Его особенностью стало то, что соревновались в исполнительском мастерстве учителя со своими воспитанниками. Все школы Майкудука выставили своих представителей для участия в фестивале. Пройдя два отборочных этапа, в финале боролись за право называться лучшей певческой парой 8 дуэтов. Дуэт – это не только отличная спевка, но и полное взаимопонимание исполнителей. Два певца дополняют друг друга в стремлении донести смысл песни до зрителя. На первых двух этапах звучали самые разные песни – и современные, и ретро. Финал фестиваля был посвящен казахской народной песне. Жюри составили лауреаты различных конкурсов, в том числе и международных. Зрители в очередной раз убедились в благозвучии народных песен, их душевности и неувидаемости. А учителя раскрывали новые грани своих учеников, находили новые подходы в общении с воспитанниками. Фестиваль дал возможность исполнителям почувствовать себя профессиональными певцами, прислушаться к мнению жюри. Посредством таких мероприятий мы передаем следующим поколениям, чтобы эти народные песни никогда не умирали, а они дальше больше развивались и переходили с поколением в поколение. Встреча с народной песней никого не оставила равнодушным. В области проведены территориальные учения по проверке готовности к действиям паводкового периода. Такие учения в очередной раз прошли в поселке Самарка. В работе были задействованы Акиматы Абайского района, поселка Самарка. Также органы по чрезвычайным ситуациям Бухаржираусского района. На сегодняшний день в данном поселке разворачивается оперативный штаб, а сотрудниками подразделения МЧС оказывается помощь в проведении эвакуации. В сегодняшних учениях принимает личный состав ОД Абайского района Топарского отдела полиции. Задействовано в общей сложности 40 сотрудников. Автотранспорт специальный. Сотрудники все приготовлены к действиям с учетом складывающегося предстоящего периода осеннего, ожидаемого большого поступления паводковых войск. И в данных учениях проводятся отработки навыка личного состава при действии в тех или иных экстремальных ситуациях. По словам спасателей, в 2010 году было подтопление отделения огороды. В результате пострадали два человека. Один из которых получил электрическую травму, а у второго наблюдалось переохлаждение. Но в этом году чрезвычайники попытаются избежать таких случаев. Проводится обширная работа. Так как район обладает обширной сельской зоной, у нас в районе расположено 10 сельских кругов, у нас имеется 22 гидротехнических сооружения. Соответственно, перед паводковым периодом мы повсеместно проводим подготовительные мероприятия. Везде по всем сельским округам у нас готовятся планы эвакуации, планы размещения людей из кота. Получив информацию об обильном сброске паводковых вод Сент-Имакского водохранилища, исполнительные органы поселка Самарки задействовали план противопаводковых мероприятий, произвели оперативное оповещение населения, эвакуацию людей из кота. А заместитель начальника ДЧС Карагандинской области, в свою очередь, высоко оценил степень готовности органов управления. Сегодня мы находимся в селе Самарка, где проводится учение. Позиция такая, что при возможном подтоплении данного населенного пункта, у нас есть участки, которые, в общем-то, подвержены. В случае, если будет сброс Сент-Имак в объеме 500 кубов в секунду, то эти участки подвержены подтоплению. Миром Гусел Кимбаеву, Ужас Габбасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сладкий праздник устроили для детей в бегопарке. Бесплатные пирожные для каждого маленького посетителя развлекательного центра. Такую акцию устроила кондитерская фирма «Орион». Аппетитная и вкусная выпечка и организаторы мероприятия хотят поднять весеннее настроение детям. В наш товар уходят торты, пирожные, печенье, в общем, хлебобулочные изделия. Будем рады вас видеть в супермаркетах, универмагах, в любых городских магазинах, в общем, фирменных отделах. Акцию для детей и родителей провела и другая компания. Фирма «Стел» познакомила и угостила своей продукцией маленьких посетителей бегопарка. Со сладкими трубочками, говорят представители компании, вкуснее всего пить молоко. Вместе с бегопарком решили провести такую акцию, так как здесь большое скопление детей, их родителей. И как бы есть возможность угостить нашей продукцией как можно больше людей. В детском саду Гаухар сегодня необычный утренник. Детишки поздравляют бабушек, мамы и сестер. Для последних здесь концертная программа. Это сценки, песни, танцы и, конечно же, необычные подарки. Ребята детского учреждения также приготовили креативные открытки с поздравлениями. А четырехлетняя Жан-Эркей Екпын на этом празднике при полном параде. Еще бы, самый главный зритель Жан-Эркей – ее мама. Свой стишок она посвятила именно ей. Музыка Различные утренники, проводимые в детском саду, часто являются одними из самых ярких детских воспоминаний, которые детки сохраняют на всю жизнь. Как отмечают воспитатели этого учреждения, такие мероприятия обучают детей новым навыком и закрепляют приобретенные, а также раскрывают в них новые таланты. Каждая группа у нас сюжетно-ролевая. Как какой-то сценарий, спектакль, детки. В общем, в принципе, мамы наши очень довольны. Проходят красочно, в дружеской такой атмосфере, эмоционально приподнятые все. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Шахтер – обладатель Суперкубка Казахстана 2013. Изголодавшиеся по отечественному футболу болельщики вдоволь насытились футбольным деликатесом под названием Суперкубок Республики Казахстан. Сверхмотивированные футболисты Шахтера сделали 2.0 к 58-й минуте. Сначала Максат Байжанов на 55-й после подачи Жамбала Кукеева с углового указал мячу дорогу к сетке. Через 5 минут Андрей Порываев, как заправский нападающий, хлестко пробил в дальний от вратаря угол. После двух увесистых оплюх Астана полетела вперед, а Шахтер напротив сбавил обороты и успокоился. Как оказалось, зря. Полузащитник Центральной Африканской Республики Фокси Кетивуама сократил счет на 63-й минуте, а Сергей Остапенко сравнял счет под самый занавес матча. Во втором дополнительном тайме Харят Нурдаулетов умудрился в упор дважды пробить в перекладину. После этого сработал известный футбольный закон и лидер Шахтера Жамбул Кукеев в стиле аргентинского феномена Лео Месси. Финтами разобрался с двумя защитниками Астаны, вырвался на оперативный простор и принес победу, а вместе с ней и первый трофей караганинского клуба в новом сезоне. Сказать спасибо огромное нашим боречкам, которые в такой холод приехали нас поддержать. Я благодарю всех. Тоже победа поощряется им. Много лет этого ждали, а так ощущения не могу сказать, даже рассказать, как это все произошло. Просто радость в душе и все. Караганду и Тимиртау посетили призеры Олимпийских игр в Лондоне. Серик Сапиев, Ольга Рыбаковова, Александр Винокуров, Илья Ильин, Светлана Подобедова, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и другие. Олимпийцы с большим интересом побывали на местах молодости нашего президента Нурсултана Назарбаева. На пресс-конференции болельщики, пришедшие на мероприятие, громко аплодировали своим кумирам после каждой речи спортсменов. Хочу пожелать недавно, многие на новые должности встали, это восстановление на развитие нашей страны, пожелать удачи, успехов, чтобы все всегда получалось так, как надо, правильно, чтобы мы росли, темпы наши не сбавлялись, не дали побольше результатов, побольше экономических, интеллектуальных, физических. Аким Караганинской области Баужан Абдишев поблагодарил чемпионов и рассказал о переживаниях и поддержке нашей олимпийской сборной во время Олимпиады. Наши герои, герои нашей Олимпиады, за которых мы, за вас всех болели, в том числе Караганда, я в то время работал Акимом города Караганды, и непосредственно все матчи и все соревнования, и все мы, ну такое было, действительно, Казахстан весь переживал, волновался за каждого из вас, и сегодня мы, конечно, большие слова, искренне благодарны за то, что вы есть. Сарарка уверенно обыграла пензенский «Дизель» в домашних матчах и повела в серии 2-0. В воскресенье на стадионе Караганда-арена Сарарка камня на камне не оставила от обороны «Дизеля», подгоняемым мощнейшей поддержкой переполненных трибун, на которых, кстати, помимо обычных болельщиков, присутствовали и почетные гости. Вип-ложи поддерживали караганинскую команду президент клуба Архан Нигматуллин, первый заместитель председателя Народно-демократической партии Нур-Атан, экс-аким Караганинской области Нур-Лан Нигматуллин и аким города Караганды Мейрам Смогулов. В первом периоде чемпион регулярки забросил три безответных шайбы, а на перерыв после второй 20-ти минутки команды и вовсе ушли при счете 7-0 в пользу Сарарки. В третьем периоде ужасающий для «Дизеля» счет увеличился еще на гол. Анатолий Васильев записал его на свой счет. И только после восьмого безответного взятия ворот подопечные Андрея Кирдишова перешли на эконом-режим. Даже пропущенная шайба в концовке встречи никак не испортила настроение болельщикам и почетным гостям матча. Тяжеловато было, конечно. Открыли счет, забили три гола в первом периоде, полегче стало. Начали играть в свою игру. Плюс в обороне неплохо сыграли, но были моменты у них забить. Мы отстояли 5 на 3 и все. Получается, они не забили, поехали в обратную сторону. Мы одержали очень яркие победы и, самое главное, показали зрелищную, динамичную, современный хоккей. Поэтому я очень признателен всей команде, тренерскому составу и поддержке исполнительной власти, спонсорам за то, что они нам помогли пройти удачно регулярный чемпионат высшей хоккейной лиги. Редактор субтитров А.Семкин